Она снова стреляет. Сегодня на Караульную гору вернули гаубицу и произвели контрольные выстрелы, которые красноярцы не слышали 4 года. Какие изменения появились в работе пушки, как будут регулировать громкости, когда традиция полуденного сигнала официально вернется в наш город, расскажем в следующем сюжете. Руги, выстрелим! Звук выстрела в 12 часов дня сегодня снова услышали красноярцы. На Караульной горе после долгого перерыва выстрелила гаубица образца 1938 года, которая участвовала в Великой Отечественной войне. Пушка перестала стрелять 4 года назад. В августе 2019-го произошел взрыв на складе боеприпасов возле деревни Каменка, недалеко от Ачинска. Именно оттуда возили снаряды для красноярской пушки. В городской администрации перестраховались и решили отвезти гаубицу на обследование и ремонт. Но после него пушку на место не вернули. Снаряды в крае хранить стало просто негде. В сегодняшних условиях мы обязаны эту традицию возобновить. Она очень важна для молодых красноярцев, она очень важна для старшего поколения, тех, кто чтит и помнит память о погибших и в Великой Отечественной войне, и в специальных военных операциях. Поэтому наша задача сегодня возобновить эту важную традицию и для того, чтобы город Красноярск все-таки наполнился вот этим звуком 12 часов дня ежедневно. Гаубицу установили на караульной горе еще в 2001 году по инициативе Петра Пимошкова. Традицию возобновят по просьбе родителей выпускников военно-инженерного института СФУ, которые сейчас защищают родину в зоне СВО. Инициативная группа решила все технические и правовые вопросы, чтобы пушка снова могла стрелять ежедневно. Я думаю, что это должно быть, поскольку все-таки наши мальчики, артиллеристы, ну, во-первых, это должно быть память о них, а во-вторых, я думаю, что это сегодня очень символично, потому что мы должны говорить об этом. Символ Красноярска нравился далеко не всем. Жители ближайших домов часто жаловались, что громкие выстрелы им мешают, но, как нам рассказал живущий в старой покровке Дмитрий, никаких неудобств от пушки не было. Наоборот, звук выстрела был неким ориентиром, что время близится к обеду. Я считаю, что сейчас 4 года не было, как чего-то мне и хватало. Ну, вот этот звук, мне кажется, пиховато очень. Так мы смогли тогда ставить ее, получается, как декорация или что-то. Выстрел действительно стал намного тише. Если раньше жители города слышали звук громкостью больше 100 дБ, то сегодня даже возле самой пушки громкость была всего 94 дБ. А у ближайших к караульной горе домов звук был на уровне 70. Это на 20 дБ ниже разрешенного законодательства. То есть оно сейчас заварено и за перегородкой стоит уже эта система. Пушка стреляет по новой системе газ-шутинг. Это позволило отказаться от пороховых зарядов. К тому же теперь громкость выстрела можно корректировать с помощью объема подаваемого газа. За счет смешения двух газов кислорода и пропана и электрического поджига в камере сгорания, в которой установлено в стволе орудия, происходит взрыв, равный примерно по мощности взрыву выстрелу порохового заряда. Полностью традиция полуденных сигналов должна вернуться в ближайший понедельник. Именно на эту дату запланирована торжественная церемония первого официального выстрела гаубицы после долгого перерыва.